Всем привет! Договорились сыграть две партии с Евгением Новиковым на часком и посмотрим, какой будет результат. Не так давно играли с ним вживую в Блиц, в Сокольниках, насколько я помню, и там я ему проиграл. Постараюсь взять реванш. У нас на доске славянская защита, что-то типа Каталона с выводом слона на Ж2. Ну и еще одно фианкетто сделаю и запущу своего слона на Б2. План мой будет связан с ходом Е4, но вначале нужно подготовить все тщательно. Может быть лучше было ранее Ферзь С2 сыграть, а потом Е4. Не знаю, посмотрим. Пока что так. В чем плюс для белых этой позиции? Так это в том, что на ход С5, потом может будет отойти ладья Е1, и при размене, например, СД, Конь Д4 или Ферзь Д4, останется три пешки на две на фланге, и любой эншпер, скорее всего, будет в пользу белых. Вот поэтому я, собственно, на это и пошел. Уже с прицелом на эншпень. Так, Конь С5. Наверное, слон Ф6 потом хочет сходить, Евгений. Ну ладно, Ферзь Ф3. На слон Ф6 ладья Д1 запланировал. Может быть, даже ладья с С на Д1 посмотрю. Так, Ферзь А8. Ну да, играю ладья с С на Д1. И на Ферзь Ф3 возьму Конь. Ему тут уже на Д4 особо делать нечего. Слон Ф6. Так, ну теперь вот сюда закину своего Слона. Конь-то у меня под защитой стоит. На всякий случай прямую включу. Так, на С6 уже Конь на Б5 не пойдет. Нужно придумать что-то новое. Например, ладья Д2. Так, он меня тут тоже перевязать со всех сторон хочет. Ладья Д1. И возьму Конем здесь. Думаю, что моя позиция чуть-чуть поприятней, поскольку линия Д в моем распоряжении. И 3 на 2 на фланге. То есть, в принципе, меня здесь размены устраивают. Король, может быть, тоже окажется чуть ближе к полю боя. Пока ладья Д6. Так, ладья Б7. Ну, наверное, уже пробиваю С5 и на А6 едаю. Так как ладья Ц5 нельзя из-за ладья Д8. С лишней пешкой я остаюсь. Это мой соперник не учел. И тем самым я получаю лишнюю пешку. Здесь Ж4, чтобы избежать контр-игры. Ладью на Д6 запускаю. Поближе к пешке С. Чтобы привязаться. Размены устраивают. У нас лишний материал. И ладья Ц5. Ладья Б5, наверное, так. Или сразу вести. На слон Е7, ладья Б5 отхожу. И Ц5. Ну, в принципе, эти пешки должны идти без поддержки. Б6, Ц5. Главное, не зимнуть еще на Ж4. А то будет очень неприятно. Так, нож. Три полезный ход. Ищу пока. Так, контр-игру хочет Евгений и меня организовать. И нужно постараться избежать этого всего дела. Хотя угроза будет неприятная слон Д4. Поэтому ладья Д6. А, нет. Все равно идет Е3. Ход не увидел. Зевнул. Конь Д4. Правда, на Е3 конь Е5 еще. У меня есть ход. Так и играем. И, наверное, можно просто забрать. И уже две лишних пешки. И, в принципе, шансов особых у моего соперника здесь нет. Еще следим сюда. Так, привязаны фигуры. И ведем пешку. И, в принципе, шансы не меняiasm. Кринь. Окей. Э, только воздушно.